Здравствуйте дорогие телезрители и конечно мои подписчики на канале youtube голова садовая все сезон начался уже давайте торопитесь шевелите всеми руками и ногами значит сегодняшняя тема будет посев одной замечательной культуры и эта программа для тех кто не может себе позволить жить на даче ездить туда четыре раза в неделю даже два не может один может только раз а может быть и раз в две недели остаться в сезоне в новом без овощей это просто знаете наказание будет все хотят и морковку и свеклу и прочие все овощи но придет сейчас момент момент посева и конечно посеев эти культуры земля еще влажная вроде все хорошо приехал через неделю а там вроде как уже не влажно а там вроде как уже кто-то и засох поэтому я предлагаю вам такой вариант посева вот это имитация грядки как вы понимаете здесь находится земля и я очень хочу вам показать как справиться с посевом семян чтобы ну вам не ездить туда ну примерно недели две хотя бы вы можете себе это позволить мы будем сеять свеклу но несколько по особенному для того чтобы как-то обезопасить свои посевы ну от пересыхания разумеется я вам предлагаю такой вариант у нас такой такой посев уже был такой показ но он несколько неудачным был потому что ну я не сделала все не показала все как нужно правильно а вы не настаивали а вот сейчас я настаиваю мы произведем посев свеклы правильно смотрите вот она бороздка да почему такая глубокая сейчас поймете еще чуть-чуть поглубже вот так вот значит это смесь перегноя здесь песок здесь здесь нет перлита вермикулита только потому что вы не увидите тогда что я делаю а так вообще внесите все хотя бы в бороздки смотрите для того чтобы влага здесь сохранялась мы сначала ее польем ну чтобы она была там вы же понимаете да нам нужно чтобы влага здесь была все пролили бороздку я не буду очень мочить а вы намочите как следует но некоторые уже там я слышу да я слышу ваши возгласы а если воды нет весной а у нас еще не дают вот именно для тех у кого воды нет весной и если не дают значит вы вот так не проливаете но зато уже полно чего правильно травы если у кого-то есть крапива нарвите крапивы и обшмыгайте листья потом возьмите нож и мелко все порежьте если у кого-то нет крапивы есть другая зеленая трава значит нарвите ее и мелко порежьте украпивы лучше не использовать стебли они очень быстро укореняются если только через мясорубку не прокрутите а теперь смотрите я кладу в бороздку зеленую траву это кинза без разницы какая абсолютно ну утопчите ее пальчиками там как вам удобнее теперь берем свеклу вот я вам хочу показать свеклу она называется водан f1 это голландия свекла великолепная у нее очень выровненные все корнеплоды у нее маленькая розетка совершенно нет коль колец господи чуть не сказала колец у нее нет колец она темно-темно бордовая и поверхность у нее не красная как раз бордова почти черная она замечательная лишена многих болезней она раннеспелые но при этом она может храниться как бы рано ее не убрали практически восемь месяцев и выход товарной продукции у нее будет где-то порядка ну 95 процентов вот смотрите что я делаю дальше беру свеклу она обработана обработана так что замачивать ее уже не рекомендуется ну так написано у голландцев поэтому мы должны соблюдать их правила и все и вы сеете ее также как бы сели без петрушки то есть соблюдая расстояние чтоб потом у вас свеколки ну как бы вошли но если вот не видно понимаете ну вы же видите что да я кладу семечки вот так ну может быть камера вам покажет так я выложу вот сюда чтобы было видно какие они красивые посмотрите а теперь мы просто берем у нас там до все влажно у весной почва не может быть сухой тем более на такой глубине мы берем и засыпаем это все и что я делаю всегда засыпать можете граблями можете тяпкой можете не наклоняться тут уже дело ваше от того что земля влажная влажные листики все время будут эту влагу собирать они прямки как гидрогель себя поведут и свекла очень долго практически 3-4 недели будет получать влагу из этих листьев мало того что влагу она же еще и питание из них будет получать а теперь возьмите кулачок вот так сделайте и придавливайте смотрите я делаю так всегда для того чтобы следующая поливка да была очень разумной чтобы не ну видите контейнер стоит так а если поставить прямо водичка вся вся соберется там где я сжимала так усиленно пальчики все сверху пока поливать ничего не нужно это не требуется там все влажно и хорошо вот это я вам хотела показать и вы можете совершенно быть уверены что ваша свекла взойдет однозначно кстати вы свеклу мою прошлом году видели она посажена была на крапиву и она прекрасна просто замечательная ну кроме этой свекла есть масса других но это я вам просто хотела представить что вода на фадин это супер свекла можете сеять любую из них выбирайте и все-таки я предпочитаю не очень поздно спелые овощи помидоры да согласна то что растет в теплицах да а то что на улице нет и морковь я не выбираю у которой 130 дней мне такая ни к чему всего доброго вам и до свидания и